Вы смотрите актуальное интервью в студии ведущая Марина Мацарская. Сегодня у меня сразу две гости. Светлана Владимировна Швыткая, заместитель главврача Ставропольской психиатрической больницы. Она же главный внештатный специалист Крайминздрава по медицинской психологии. Здравствуйте. И ее коллега Светлана Ивановна Рожкова, заведующая отделением телефона доверия больницы. Добрый день. Мы говорим сегодня на тему, как же сохранить психическое здоровье в условиях самоизоляции. С приходом ковид-19 часть населения перешла на самоизоляцию или на дистанционную работу, замкнулись в своих квартирах, на дачах и так далее. Вот скажите, пожалуйста, как быть? Как чувствовать себя не в тюрьме, скажем так, в условиях квартиры? Как чувствуешь, что ты не один? Ведь некоторым людям, особенно экстравертного такого вот варианта, они привыкли общаться, куда-то ходить. Ведь это очень сложно пережить. То есть, если интроверт может тихо рисовать в углу, читать книжки и чувствовать себя вполне благополучно в подобной ситуации, то все мы разные. Ваши лайфхаки как докторов? Ну, во-первых, как говорится, мы все находимся в сложной ситуации. Это стрессовая ситуация, поэтому нам нужно вносить, скажем так, определенные изменения в нашу повседневную жизнь. Самое главное – настроить себя позитивно и, как говорится, войти в роль человека, исполняющего определенную миссию. Находясь на самоизоляции, мы, как говорится, заботимся не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. То есть, это уже определенный, как говорится, повод для того, чтобы наша самооценка повысилась. И дать себе установку, что я не нахожусь ни в заточении, ни в подземелье, ни в тюрьме. Я нахожусь в крепости и стою, как говорится, на защите. Вот это мой дом, это моя крепость. И, соответственно, как говорится, это временная, во-первых, мера. Карантинные мероприятия и мероприятия по ограничению, они однозначно когда-то закончатся. И, соответственно, наш стереотип поведения, наши жизненные установки, наше окружение снова все вернется. И человеку вот в таком позитивном настрое будет гораздо проще адаптироваться. Прежде всего, как говорится, первая рекомендация – надо привести в порядок свое жилье. А вот то помещение, в котором мы будем находиться. Сделать генеральную уборку. Прежде всего, это гигиенично. Дополнительно мы снимем, как говорится, возникающую у нас тревогу. Используем, как говорится, дезинфицирующие средства. Проветрим помещение. Ну вот, наведем порядок. Плюс физическая активность. Плюс физическая активность. Помыл полы, адреналин ушел. Да. И, во-первых, когда мы занимаемся какой-то физической нагрузкой, соответственно, мы отвлекаемся от каких-то наших, скажем так, эмоциональных переживаний. То есть физический труд, он как бы заменяет, как говорится, определенные наши эмоции. И еще, как говорится, это самая уникальная возможность – почистить свое пространство. Есть некоторые вещи, которые могут храниться на балконе, где-то могут храниться у нас, скажем, под кроватью, которые захламляют наше пространство. Все лишнее мы можем выбросить. И вот в таком, как говорится, обновленном, как говорится, чистом пространстве нам будет более комфортно находиться еще определенный промежуток времени, да, вызванный вот этим, скажем, карантином. Чем можно заняться? Очень важно, еще хочу взять момент, вымыть окна. Сейчас как раз наступает весна. Солнце поступает в наше жилище через окна. Чем чище они будут, тем больше солнечных лучей будет к нам поступать, тем наше настроение будет повышаться. Мы с удовольствием будем выходить на балкон. Так как у нас, как говорится, времени свободного много, мы можем пораньше встать и, как говорится, пораньше лечь спать. Соответственно, послушать пение птиц, полюбоваться расцветающими деревьями. И, как говорится, нам будет проще находиться в определенном пространстве. Если позволяет площади, можно сделать какую-то перестановку, даже каких-то небольших интерьерных вещей, мы сможем, как говорится, опять-таки внести определенную новизну. То, что касается нашего отдыха. Возможно, кому-то, человеку, который длительно, очень долго работал, у него уже, скажем, физический ресурс его истончился, можно просто выспаться. Те люди, которые ушли на удаленную форму работы, опять-таки, они могут варьировать, да, выполняя свои функциональные обязанности, и тем не менее они могут, как говорится, делать определенные перерывы для того, чтобы равномерно распределялось время труда и отдыха. И таким образом будет восстанавливаться наш физический ресурс, который будет способствовать укреплению нашего иммунитета. И наше настроение, соответственно, тоже будет повышаться. Можно разобрать свой гардероб. Поверьте, это займет очень много времени, особенно у женщин. Это поднимет нам настроение. Опять-таки, есть возможность совершить какой-то мелкий ремонт, где-то оторвалась пуговица, где-то пришить петелечку. Где-то отложить какие-то вещи, которые нам давно не нужны, мы их не используем. И потом, в последующем, когда карантинные мероприятия будут сняты, эти вещи можно пожертвовать нуждающим. И опять-таки, сделать благое дело. Можно поиграть в стилиста, поднять себе настроение, придумать различные комбинации, сфотографировать эти комбинации. Опять, как говорится, приступим к своей обыденной жизни. Можно посмотреть эту фотографию, и это займет гораздо меньше времени, чем мы утром собираемся на работу. Несомненно, у каждого из нас есть любимые книги, которые мы давно хотели перечитать. Или у нас на рабочем столе в компьютере есть папочка с какими-то интересными статьями. Мы можем воспользоваться этим временем. Никоим образом нельзя себя дистанцировать от общения. Современные средства сейчас нам позволяют созвониться в телефонном режиме, со своими друзьями, приятелями, близкими, даже находящимися на других континентах. Договориться о скайп-встрече. И занимаясь какими-то делами, в позитивном настрое, протранслировать это поведение и узнать, как дела обстоят у нашего собеседника. В очень многих зарубежных сериалах обратили внимание, такую модель используют, когда девочки по скайпу общаются, при этом готовят ужин, занимаются с детьми, и это вносит дополнительную эмоциональную позитивную нотку. Ну да, ощущение, что ты не один. Физическая нагрузка, изоляция. И обратите внимание, сейчас в СМИ очень много роликов, где знаменитые люди, спортсмены показывают, как даже дома не имеют тренажера. Можно позволить себе физическую нагрузку и, как говорится, даже где-то подкоррегировать свое физическое тело, чтобы в последующем, когда наступит лето, мы все, как говорится, выглядели так, как бы нам этого хотелось. Можно попробовать какой-то новый кулинарный рецепт. Опять масса кулинарных блогеров, которые позволяют это сделать. Театры. Знаменитые, как говорится, музыкальные театры, знаменитые драматические театры, даже наш театр драмы имени Лермонтова на своем сайте опубликовал, как говорится, записи театральных постановок. Для полного получения удовольствия ведь даже можно надеть вечерний наряд, расположиться приятно в кресле, полностью окунуться вот в эту атмосферу и получить истинное удовольствие от созерцания прекрасного. И даже всей семьей нарядиться. И даже всей семьей, да, для того, чтобы, как говорится, разнообразить свой досуг, скажем так, вынужденный. У нас есть домашние животные. Если у нас не получалось приучить своего питомца давать лапу, и он дает только с пятого раза, да, можно этим тоже заняться. У нас, как говорится, эпизодически может возникать желание выработать у себя какую-нибудь полезную привычку, да, или избавиться от старой привычки. А мы знаем, как говорится, что привычка формируется у человека за 21 дней. Ну, по крайней мере, 14 дней у нас есть, да, и можно тоже начать. И в последующем, как говорится, общаясь с своими коллегами, опять-таки похвастаться тем, что вот за этот период времени ты сформировал у себя эту привычку. Если у человека есть какое-то хобби, да, то вот то время замечательное, когда можно заняться полностью, погрузиться в это хобби, освоить какие-то новые, скажем так, приемы с помощью, опять-таки, интернет-ресурса. Ну, это такая арт-терапия по-своему. Да, это арт-терапия, которая в последующем, как говорится, может и пригодиться, и человек, может быть, откроет себе даже какие-то творческие задатки, о которых он даже раньше не знал. Несомненно, для профессиональной самореализации, да, очень многие интернет-школы, да, университеты, сейчас в свободном ДОСК, могут, как говорится, предоставить возможность, таки, повысить свой, как говорится, и в том числе, и профессиональный уровень. Можно прослушать лекции, можно пройти семинары, дополнительно, можно попробовать даже, попытаться освоить какую-то, с помощью игр-тренажеров, какую-то новую специальность, допустим, человек мог фантазировать, что хотелось бы ему заняться ландшафтным дизайном, но, по крайней мере, получить какой-то вот мастер-класс, да, или пройти какую-то вот тренинговую программу, можно. Если возникает эпизодическое состояние, вот тревоги, неудовлетворенности, можно попробовать и открыть для себя какие-то медитативные, релаксационные техники, и опять-таки интернет-ресурс на сегодняшний момент, он это позволяет нам сделать. В общем, богато, стоит только выбрать. И, знаете, вот войти вот в этот период самоограничения не в негативе, а в позитиве. И поверьте, как говорится, когда человек составит себе позитивный чек-лист и напишет, чем бы он хотел заняться, для него это время, оно будет и продуктивное, и оно будет заставлять ему удовольствие, и он будет ранжировать это время, на следующий день намечать для себя определенные, как говорится, уже, скажем, мероприятия, которые он для себя наметил. И поверьте, он не будет скучать, у него будет позитивное настроение, он сможет это позитивное настроение транслировать через скайп своим окружающим, близким и вот, скажем так, позитивной ноткой их заражать. Безусловно. То есть воспринимать не как самоизоляцию, все-таки... А как шанс к самосовершенствованию? Да, да. А как шанс узнать что-то новое и как бы, как перезагрузку, как отдых, как угодно, только в позитивном ключе. Но вот у меня вот вопрос к вашей коллеге. Как же быть, если тяжело, быть замкнутым в небольшом пространстве с кем-то из родственников? Ну, допустим, могут возникнуть конфликты, да? Вот статистика Италии и Германии говорят о том, что увеличилось количество разводов. Мамочкам очень сложно с детьми, особенно гиперактивными детьми, не просто которым усидеть за рисованием или лепкой, или конструктором там больше, там, получаса, даже меньше. Вот. Дайте, пожалуйста, практические советы, как быть в таких ситуациях. Как сохранить семью и не разрушить своё психическое здоровье в условиях карантии? Ну, если уж совсем не в МАГАТУ, или если возникает проблема, которой хочется поделиться, есть наш телефон 99 17 86. Я это, кстати, ну как, в каждой шутке есть доля шутки. Это действительно ресурс, который всегда с нами медицинские психологи, грамотные, опытные. Я думаю, что их стоит послушать, причём не доводить ситуацию, когда через 5 минут убью, скажите, как мне это не сделать, да? Или наоборот, каким способом это эффективнее. Ну, просто, когда чувствуешь напряжение или понимаешь, что как-то уже не очень-то справляешься с ситуацией, 99 17 86. Анонимно, круглосуточно. И консультация профессиональных психологов бесплатна. Что хочется сказать? Знаете, вот выбор всегда за нами. Я очень люблю притчи. И есть такая притча, когда один самонадеянный ученик решил поставить своего учителя, модельца, в неприятное положение, посмеяться над ним. Он поймал бабочку и думает, вот я спрошу, что у меня в руке, живое или мёртвое. Скажет, мёртвое, я её отпущу. Скажет, живое, я её задушу. Такая известная притча, да? Подходит к учителю и в присутствии остальных учеников говорит, учитель, а что у меня в руках, живое или мёртвое? На что учитель ему сказал, всё в твоих руках. Вот я хочу сказать, что всё в наших руках. А заметьте, как мы порой действуем. Да, вот вы сказали, мамочки и дети, ну, также и папочки и дети. Вот любому человеку задай вопрос, если горит твой дом, что ты будешь делать, спасать своих детей или спасать своё имущество? Любой здравомыслящий человек покрутит у виска, скажет, ну, вот это вопросик, да, конечно, детей. Заметьте, что мы делаем на самом деле? Для нас важнее в десятый раз помыть пол, который и так не очень-то грязный, чем позаниматься или поиграть с собственными детьми. Для нас правильно расставленные вещи важнее, чем комфорт от того, что вы какую-то весёлую кутюрьму затеете с детьми. Ну, давайте вот всё-таки как-то, может, по-другому расставим приоритеты. Ведь эта ситуация... Перестанем страдать вещизмом. Вещизмом. И знаете, вот этим вот я должна, я обязана, я же хорошая мама. Если ты хорошая мама, поиграй с ребёнком. В интернете есть такие забавные ролики, там и через стаканчики они прыгают и ползают, там, и придумывают какие-то совершенно нереальные вещи. Да подушками поделитесь, в конце концов. Ну, разрешите себе это. Потому что есть такая закономерность, ребёнок прощает взрослому, который с ним играет, и грубость порой, и несправедливость, он прощает всё, если взрослый с ним играет. Это правда. и больше позаниматься с ребёнком даже для себя самого. Ведь давайте эту ситуацию рассматривать не как что-то, создающее для нас непреодолимые препятствия, а как ресурс. Действительно ресурс. Светлана необходимо разное, скажем так, количество времени на уединение. То есть кому-то необходимо прям вот общение постоянное, а кому-то нужно время, чтобы посидеть с книжкой, поразмышлять, посмотреть, может быть, говорили о тех ресурсах, которые появились, да, в интернете, там, музей. Просто помолчать. Может, на луну посмотреть, полюбоваться. И самое интересное, что наиболее прочные союзы, это как раз вот разные психотипы, когда сходятся. Но при одном условии понимать, что твой партнер, он не твоя копия. Уважать его потребности, в конце концов приглядываться к нему, изучать его. Кстати, тоже такой вариант, да, изучить друг друга. Ты кто? Я твоя жена? Да ладно, да, очень приятный оказывается человек и помнит, как меня зовут, да, из этой серии. То есть действительно изучить друг друга. Может быть, помните, была такая оперетта, летучая мышь знаменитая, да, когда главный герой говорил, жена – это прочитанная книга. А потом выяснилось, он говорит, оказывается, я в этой книге пропустил самые интересные страницы. Только кажется, что наш партнер – это прочитанная книга. А не пропустили ли мы самые интересные страницы? Что-то затеять вместе. Потом, никто не мешает впадать в детство, это тоже такое удовольствие. Ведь наши дети – это самое главное, самое замечательное, самое действенное лекарство от стресса, от накопившегося эмоционального напряжения. поиграйте вместе с ними. Поиграйте вместе с ними, затейте какое-то совместное действие. Игр очень много. И, знаете, вот в компьютер или там в телефон мы всегда уткнуться успеем. Что-нибудь, что вот пазлы, лепка, что-то, что можно делать руками, соприкасаясь. Это такой шанс укрепить ваш семейный союз, а не разрушить его. Все в ваших руках. Было бы желание. Выбор, он огромный. Ну, и я уже сказала, люблю притчи, да, очень известная притча, когда муха и пчела вернулись с цветущего луга. И спрашивают, ну и что там? Муха говорит, там столько коровьих лепешек, столько коровьих лепешек. А пчела говорит, боже мой, там весь луг покрыт замечательными цветами. Это просто рай. Поэтому, ну, давайте увидим эти цветы. Не помоете вы полы лишний раз. Зато с каким удовольствием можно порисовать собственными детьми. то есть это по сути такое нахождение тесно друг с другом. Оно получается может не только разъединить, но наоборот объединить. И мы можем лучше узнать друг друга и наконец отконнектиться, когда нам нужно. Почувствовать удовольствие. И почувствовать пульс жизни, заново познакомиться друг с другом, потому что дети и родители очень часто даже за ужином ни для кого не секрет, мы все это видим, уткнувшись в мобильные телефоны, планшеты, любой гаджет, общаются друг с другом, параллельно почитывая соцсети, к примеру. И все это конечно разъединяет, разобщает. А здесь есть вот такой вариант. Можно я перебью, потому что вы сказали мысль, вот так получилось, что ощущение, как будто мы думали с вами об одном и том же. Хотелось бы подчеркнуть, что, знаете, мы, наверное, слишком сильно разобщены и слишком сильно погружены в это виртуальное. И вот это испытание, может быть, оно нам для того и дано, чтобы мы восстановили вот эти семейные ценности, связи. В конце концов, может быть, всей семьей сесть и даже не концерт посмотреть, а достать фотографии, семейные фотографии, изучить историю семьи. Дети не знают о своих бабушках и дедушках, не говоря про бабушек и прадедушек. 75 лет победы. Что наши дети знают о своих прадедушках? Есть замечательный сайт. Ну, куда без гаджетов, да, да, и посмотреть те документы, скажем, наградные документы их предков, чьей частицей они являются, частицей этого рода. Вспомнить какие-то приятные моменты, запечатленные на фотографиях. То есть не абстрактно, не общее, не вот эти картинки в интернете, а вот они. Это наша жизнь, наш род, наша семья. Действительно, это может сплачивать у любой ситуации две стороны. Она может повернуться так, а может повернуться вот так. Знаете, как испытание, когда дается, испытание или горе, оно может разъединить и разрушить человека, а может сделать его более сильным и показать ценность тех людей, которые рядом. Почему вот у меня такая мысль? Наверное, слишком мы стали разобщены, наверное, слишком много проблем стало с современными детьми и подростками. Люди, очнитесь, используйте это время для того, чтобы узнать ваших детей, знаете ли вы их. Ну, я повторяю ваши слова. Ну да, я знаю людей, знакомо из поколения 30-летних сейчас, которые говорят, что очень тоскуют по стационарным телефонам. Когда тебя не было дома и тебя никто не мог найти до тех пор, пока ты не пришел домой и кому-то не перезвонил, то есть ты не находился бесконечно в информационном поле, что не так полезно на самом деле, как некоторые об этом думают. Вот. А полезно наоборот, что ты вышел, подышал воздухом, ты ни на что не отвлекаешься. Тем самым твоя нервная система разгружается, и ты более общительный, менее раздраженный человек и более позитивный. Самое лучшее, то, что можно сделать в условиях самоизоляции. Настроить себя на позитивный лад, что это временная мера, которая позволяет нам восстановить наш физический ресурс, наш иммунитет, психологическую стабильность для дальнейших, как говорится, совершений, для дальнейшего познания мира и для тех событий, которые ожидают со страной нашу жизнь. Принимаю эстафету. Лучше узнать себя. Может быть, открыть себе таланты, о которых и не догадывался. Лучше узнать своих близких. Может быть, открыть в истории рода что-то такое, о чем ты даже не догадывался. Понаблюдать за своими близкими, открыть им душу и начать, в общем-то, с установки, что принимать это не как ужас, ужас, кошмар, за что мне такое, а наоборот, это ресурс. Это ресурс и возможность. Ну и, собственно, и, как сказали наши гости, главное, чтобы занятия внутри квартиры были разнообразные. Ну, куда без гаджетов, в современном мире можно сходить, к примеру, в один из музеев, на выставку онлайн с ребенком, к примеру, и полепить из пластилина какого-нибудь бегемота. Вот, что сплотит нас. Главное, друзья, будем позитивными и настроим на позитивный лад своих родных и близких. А я напомню, что в эфире актуального интервью сегодня у нас были две гости. Светлана Владимировна Швыткая, заместитель главврача Ставропольской психиатрической больницы по психологической и социальной работе и ее коллега Светлана Ивановна Рожкова, заведующая отделением телефона доверия больницы, ведущая Марина Мацарская. Не переключайтесь и смотрите свое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова